ДТП Дама за рулем Тойоты ехала по кольцу на площади Маркса. Начала поворачивать направо, но не убедилась в безопасности маневра. Седан протаранил Хонду. Травму получила пассажирка ФИД. Госпитализация ей не потребовалась. Ремонт машин на плате страховая компания виновника столкновения. Женщина оказалась в больнице из-за собственной невнимательности. Она решила сократить путь и начала переходить проезжую часть вне зоны перехода, хотя до разметки оставалось несколько метров. В темное время суток водитель Хюндая не сразу заметил пешехода и вовремя не остановился. О пострадавшей сотрясение мозга и перелом таза. Добавлю, очевидцы в социальных сетях сообщили, что пешеход была пьяна. Невнимательная автоледи на Тойоте поворачивала с Петухова на северный проезд. Не пропустила Volkswagen, у которого было преимущество проезда. Водитель внедорожника попытался уйти от столкновения и резко выкрутил руль. Машина врезалась в столб. Владельца Volkswagen госпитализировали с открытым переломом ноги. Представители мотоклуба «Ночные волки» создали собственную аллею памяти. Высадили в сквере почти 40 кустарников, а также рябинные лиственницы. Подробнее в следующем материале. В этот раз мотоциклы пришлось припарковать на асфальтированной площадке, чтобы не помять одванчики. Идея создать мемориал пришла к клубу «Ночных волков». Обратились в районную администрацию с просьбой выделить участок земли, чтобы разбить аллею славы героев Великой Отечественной. Мы готовились к этому практически, наверное, месяца полтора. Искали площадку, искали саженцы, которые нужно высадить. Поэтому в этом принимают участие весь наш клуб «Ночные волки». Отделение Новосибирска «Ночных волков» — 20 человек сегодня работают, ребят, на этой площадке. Мы сегодня ровняем площадку и высаживаем саженцы и деревья. Здесь будет красивая роща, я думаю, через несколько лет. В центре аллеи семитонный камень. Такие добывают методом взрыва. Шлифовать махину не стали, покрыли специальной пропиткой. Она немного придаст блеск и защитит камень от непогоды. Теперь это символ сквера. Булыжник привезли из горного карьера. Чтобы установить, привлекли автокран. Решили внести какую-то частичку от клуба, который представляем. И с ребятами посовещавшись решили, что неплохо было бы поставить здесь камень, на котором будет отражена вся историческая информация о создании этого сквера. Новый сквер на бетонке создан на месте старого микрорынка. Десятки лет там были мусор и грязь. Теперь благоустроенный гектар зеленой зоны. Работы начали в прошлом году. Выложили дорожки, привезли грунт и саженцы. Осенью включат фонари и поставят скамейки. Мало посадить сквер. За ним надо ухаживать ежедневно и поливать. Вот рядом за спиной у нас СТО, хозяин Григорий. Он берется нам помогать ежедневно, будут ухаживать, поливать. Также осенью откроется вот объект. Они будут на себя брать благоустройство дальнейшее, ежедневное, да, это уборка. Также снег здесь будут выбирать. Ну и, соответственно, мы вот остановку новую построили. Ее мы немножко благоустроим, доделаем уже до конца. Тоже вот силами. Здесь ни рубля, я хочу сказать, бюджетных средств нет. Вот это подчеркнуть хочу. Это все люди помогают. Район развивается и славится этим, что мы всегда сообщаем вместе. За год молодые рябинки вырастут примерно на полметра. Ягоды появятся лет через пять, а пышная крона кустарников сформируется уже к осени. Сейчас посадили минимум 100 кустов. С какими трудностями столкнулись при посадке? С трудностями земля очень здесь немножко для посадки неважная. Поэтому пришлось завести вот землю. И в дальнейшем уже сейчас, когда деревья немножко принялись, мы их немножко облагораживаем для того, чтобы водичка и влага не уходила. Я думаю, в дальнейшем, если только будет поливаться постоянно, то деревья здесь вырастут. И прекрасная аллея, посаженная в честь 75-летия Великой Победы, которую совершил наш народ, для того, чтобы мы и наши потомки жили и радовались этой красоте. Мы думаем, мы сейчас это делаем, и наши дети это сохранят. В ближайшие дни на массивном камне байкеры установят мемориальную табличку, чтобы увековечить память о тех, кто воевал, чтобы мы жили. В продолжении темы. Инспекторы ДПС также приняли участие во всероссийской акции, посвященной Дню Победы, и прочитали стихи в память о героях Великой Отечественной войны. Сяду к деду на колени, тихо прошепчу, Расскажи мне, милый деда, а я помолчу. Буду слушать все, что хочешь мне отрассказать, И вертеться я не буду и перебивать. Про войну хочу послушать, как ты воевал, Как в бою в таком далеком знамя ты спасал. Про друзей своих военных деда расскажи, И в альбоме, пожелтевшем фото покажи. Улыбнулся внуку деда и груди прижал, Расскажу про все, конечно, раз уж обещал. Как войну мы пережили, как на смерть мы шли, Сколько вёст и сколесили в грязи и в пыли, Как врага с боями гнали мы с одной земли, И ни пяди не отдали, выжили, смогли. А теперь вот День Победы празднуем с тобой, Только в праздничном параде по команде в строй. Весной 45-го года, как, впрочем, и после, и до, Готовилась снова природа исполнить призвание своё. Сочились берёзы слезами, Черёмуха буйно цвела, Смеялись ромашки глазами, И вновь зеленела трава, И солнце сияло в зените, Под утро ложилась роса, Шептала природа, Любите, ведь смерть никому не нужна. Но кто тогда с нею считался, С природой, хоть всем она мать, Видела мужчины сражаться, Солдата судьба умирать. Но ей всё же было обидно Своих сыновей хоронить. И падали ранние листья, Стараясь тела их прикрыть. На этом выпуск программы ДПС подошёл к концу. В студии работала Анастасия Бойко. Не нарушайте ПТД. Скоро увидимся. Субтитры подогнал «Симон»